Всем привет! Смотрите, какой прекрасный день. Дождик на улице. Так что нам нечего делать, будем заниматься мотоциклом. Смотрите, какое счастье привалило. Так, пакет. Это нам пришел удлинитель для выхлопа заднего. То, что мы с вами сняли, вот, она пришла. Ну, весь немножко есть. Хотелось бы немножко полегче, но ничего. Это значит есть. Это нам стоило. Следующее, нам пришла защита для ручек. Сейчас посмотрим, какого качества. Заказал все фирменное, оригинальное. Ну, сказать вам. Это пластик. Такой не из качественных, но нормальный. Жить нужно. И давайте посмотрим, как у нас здесь. Пластик. И вот это тоже пластик. Ну, за такую фигню я заплатил, я не помню. Я вам скажу попозже, здесь оно высыпется на экране. Но что-то, я думаю, дороговато. Я переплатил за это. И качество, как бы, нормальное, но... Пластик. А когда оно падает, я думаю, с первого раза оно и уйдет. Ладно, печалька, но посмотрим, как оно будет. Надеюсь, падать не будем. Так, что на следующее пришло? Так, нам пришел... Это защита для мотора. Вот такая вот штучка. Сейчас мы установим. Я вам покажу. Вот эту часть я именно хотел заказать фирменную, ТТМовскую. Потому что я сказали, что она и легкая, и вроде бы немножко гнется, и держится неплохо. Так что будем проверять, посмотрим. Следующее. Это пришло для крышки сцепления. По идее должно быть то же самое, как и то. Окей. Супер. Ну, давайте начнем с вот этой вещульки. Посмотрим, что и как. Так, это значит пойдет сюда. Вот так вот мы вставим это здесь. И вот эта часть пойдет между ними. И будет вот такая вот история у нас. Ну, неплохо. За дело. Видите, я искал болты. Где они? Так что всем предлагаю такое делать. Я их сюда прилепил, чтобы они не потерялись. Я думаю, что это верну попозже. Что-то так и произойдет. Но я думаю, что эта ручка идет уже с болтами. Вот. Оказывается, нет. Так что мы будем пользоваться родными. Так что мы будем пользоваться родными. Аккуратненько, чтобы она не порвалась. Так, здесь у нас был ключ на 12, здесь у нас ключ на 6. вот что у нас получилось. Такая красивая, черная. Сдалека я не будет видно. Смотрится очень хорошо. Так, ребята, сейчас будем ставить защиту для тормозной ручки и для сцепления. Так, ребята, оказывается, вот эти вот штучки, которые будут боковые, они железные. Так что все ок. Давайте посмотрим инструкцию, чтобы потом не переделать. Это любимое дело сделать. Потом не получается. Открывать инструкции и переделываешь. Ну и так вот. Так, нам нужно. Так. Ставили мы пластмассовую ручку сюда, прикрутили ее. Добавляем защиту дополнительную. Бушинг идет у нас внутрь. Всегда ставьте этот гард на уровне ручки. Не вышел ни ниже на уровне, чтобы она действительно защитила при падении. Видишь, что получается у нас? У нас получается здесь экстеншн серебряная, что я не люблю, не понимаю, почему они не сделали серебряную такую штуку. Я думал, я ошибся, но здесь у них таки нарисовано, что видно эту серебряную штучку. Ну вот. Ну ладно, не критично. Не критично. Вторая ручка пошла. Ой, такие бы коробочки получать каждый день. Ай, были бы держата, мы бы здесь понакупали. Все это удовольствие, ребята, очень дорогое. Я потом сделаю отдельное видео, сколько мне все стоило. Посмотрим. Потому что такой проект, что я задуман. Я думаю, мне будет я вот мотоцикл куплю за пять. Вот. И я думаю, еще тысячи две, как минимум, на нормальные стантовские партс. Надо будет. Тем более, это не так легко достать. Это или с Америки, или с Удопов. Вот. И только доставка очень дорогая. Получается 50... От 50 до 100 долларов только доставка. Так что это неприятная сумма. Давайте посмотрим, как она теперь выглядит. Такая красота у нас получилась. Так, ребята, что нам нужно сделать? Нам теперь нужно прикрыть блок сцепления. Так, вот эта вещь у нас становится вот таким вот образом. И она нам защитит вот эту часть, если мы вдруг упадем. Это значит, нам нужно раскрутить вот этих вот два болта и вот этих вот два. И заменить другими болтами, которые они нам предоставили. не понимаю, почему не подогнали такие же болты, чтобы они не выделялись. Ну, посмотрим. Может быть, те будут такой же длины. Нам не придется их заменять. Но мы посмотрим. Окей, давайте раскрутим вначале все это дело. Восьмерочка или восьмерочка? Восьмерочка. Так, у нас восьмерочка. Так, булочки. Вот это вот оригинальный, а вот это то, что нам дали. Значит, не получится у нас. Надо будет ставить их. Видите, не понимаю, почему они сделали это другим болтом. Ну, ладно, хотя это все оригинальное. Восьмерочка. 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 Восьмерочка, отдельная. Восьмерочка. Рэм. Ну и знаешь, что тебе из этого всего ничего не надо. А зачем только ручки? Ну а если падаешь, чтобы не сломались вот эти ручки и руки. А это зачем? Для красоты? Нет, это чтобы защитить блок сцепления. Когда падаешь, чтобы оно не царапало здесь. Оно же падает, оно делает такие царапки. Чтобы потом не менять всю крышку, которая дорогая. Пилотвертку говняную прокручивается. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Такая вот красота. Все, пошли на другую сторону. Динамы готовы ставить. Я вижу, у нас тут проводка добавилась. Нужно будет раскрутить защиту мотора. Потому что наш голд здесь находится. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Going поменьше. 4 болта она взяла, чтобы добраться туда, куда нам нужно. Давайте откручивать там, где мы будем вставлять. Тем более, когда вы занимаетесь стантом и прыгаете. Так что надо, раз вы, проходиться по болтам и подтягивать их немножко. Потому что из-за того, что вы прыгаете, оно выходит. И потом начинается проблема. Потом мы узнаем, что мы не подтянули какой-то болтик. Так что всегда рекомендую, когда болты возвращаешь, или оригинальные, или обычные, всегда мазать их клеем таким для болтов, чтобы они не так просто выходили. Давайте посмотрим, или правильные дырочки я сделал. Так. Да? Все супер. Все как доктор приписал. Так. Что у нас здесь опять болты и спейсеры. Окна вставили из спейсера. Красиво сели. Кроме вот этого. Что-то ему сложно войти внутрь. Опа. Пробрались мы. Красота. Все ровненько. Вы мне в комментарии напишите, или я чересчур подробно делаю. Вот. Все вот эти разборки. Потому что, когда я начинал с другими мотоциклами что-то делать, я искал какой-то материал в интернете, чтобы было полегче. Часть нашел, часть нет. Вот. Хотел бы, чтобы кто-то меня так научил. Чтобы я не парился. Посмотрел. Фильмец. 15-20 минут. Все объяснили. Вот. Сделал. И все. Надо будет купить новую дерточку. Плохо работает. Окей. Красота. Красота. Вот я, ребята, долбоклюб. Кручу-верчу. Думаю, блин, надо что-то там другие Эллен ключ купить. Оказывается, все есть. Башка дырявая. Так. Сейчас мы возвращаем на место нашу защиту для мотора. Ну, работаем над своим произведением искусства. Ты как, уроки закончил? Ну, у меня там пародизм очень стоит. Что надо сделать? Пару примерок сделать. Понятно. И все? Или тебе еще командовать? Можно. А ты делаешь вот так здесь? Да. Помощник мой. Золотой. Ученик. Здесь у нас все. Теперь идем вниз. Где мы это откручивали? Вот. Вот здесь вот. Все. Буквально четыре болта. И все у нас готово. Так, здесь они слабенькие. Это пластик. Так что будьте осторожны не перекрутить. Спасибо. Так, ребята. Я отойду в через. Что у нас получилось? Делали мы защиту для наших ручек. Видите, это пластик. Знаю, мне это не очень нравится. Но это сейчас хорошая. Она железная. И вот, ну, смотрится красиво. Так. Поставили мы защиту для мотора. Она добавляет и выглядит хорошо. И, если не дай бог упадет, она нам сохранит крышку. Составили мы с вами спорт для выхлопа. И здесь, конечно, крышечку добавили мы. Так, мои планы на будущее. Я думаю, вот эта банка, она хорошо бурчит. Я думаю, я ее оставлю и не буду тратить на Акракович 600 долларов за банку. Я думаю, снять оригинальную систему для выхлопа и поставить прямую трубу. Они вроде бы продаются за 80 долларов. Вот отсюда она подключается до самого конца. Вот до сюда. Получается прямая. Она нам снимет килограмма два-три точно. И журжат будет лучше. Это будет такое кост-эффектив задание у нас. Вот. Потом, что я хочу? Хочу вот эти вот сиденья. Сиденья неплохие. Они очень красивые. Но для меня они не очень немножко скользят. Что я хочу сделать? Я хочу их перешить. Добавить здесь немножко угла. Чтобы когда на заднем стоял, чтобы спинка немножко подпирала и было легче. Вот. Буду искать человека, который мне это сможет сделать. Надо будет сделать кастомный. И может быть сделаем еще какую-то вышивку здесь красивую. Посмотрим. Так. Какие планы у нас еще? Я заказал звезду на пятьдесят шесть зубцов и заказал цепь на сто двадцать линков. Вот. Это специально для станта, чтобы на Уилле было легче становиться. Переднюю мы не будем менять звездочку. Сейчас ее не видно. Но по большому счету, если бы мы зубцы еще сделали меньше, оно бы на Уилле еще бы лучше стояло. Если бы мы подняли в зубчиках, добавили бы зубчики, оно бы нам добавило больше скорости. Но в данной ситуации, за то что я меняю только заднюю, оно нам снимет скорость, максималку. Но добавить тока. Это то, что нам нужно для станта. Потому что ездить мы по дороге с ним не будем. Так что нам главное, чтобы он подрывал с места. И так, что еще интересного у нас в планах. В планах еще. Я хочу заменить фильтр на открытый. И еще пробку для него. Открытую, чтобы она дышала лучше. Хотя я вам потом открою и покажу, о чем идет речь. Что я еще заказал. Не помню, что я заказал. Но главное событие это конечно наша звезда.